ФСБ установило местонахождение бизнесмена Дмитрия Смычковского, который заплатил взятку в 500 тысячах евро сотрудникам главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве за освобождение авторитета Андрея Кочуйкова, итальянец. Предприниматель сейчас находится в Англии. Именно по этому эпизоду подкупа силовиков проходит главный столичный следователь Александр Дрманов. В ходе изучения личности Смычковского, выяснилось, что он был вхож в кабинеты министров и председателей судов. Как рассказал разбалту источник в правоохранительных органах, по версии следствия, за свободу Кочуйкова было уплачено две взятки. Первый – 500 тысяч долларов. Через посредника Евгения Суржукова передал бизнесмен Олег Шейхаметов. Шейх. Из них 400 тысяч долларов пошли начальнику главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Михаилу Максименко. За эту сумму он должен был не заметить, что в действиях руководителей главного следственного управления Следственного комитета по Москве, освобождавших Кочуйкова, видна коррупционная составляющая. Еще 100 долларов в тыч осели у посредников. Вторая взятка, в размере 500 тысяч евро, пошла уже непосредственно столичным следователям, принявшим решение, способствовавшие выходу итальянца из СИЗа. Как распределились роли представителей главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве при дележе денег еще устанавливается, расследование дела продолжается. Бывший глава САПАЦА у главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве Алексей Крамаренко сейчас находится под стражей. Экс-замначальника главного следственного управления Следственного комитета по Москве Денис Никандров тоже прибывает в СИЗа. Он заключил сделку со следствием и уверяет, что денег не получал, а помогал в истории с Кочуйковым, опасаясь впасть в немилость к своему руководству. Не исключено, что ему переквалифицируют обвинения с получения взятки на превышение полномочий. Сложнее ситуация с Александром Драмановым, который фигурирует и в показаниях свидетелей, и в оперативных материалах ФСБ. На главу следствия региона уголовное дело может возбудить только председатель ЭСКО. Контрразведчики направили соответствующие документы Александру Бастрыкину, но он пока на них никак не отреагировал. В чем пока нет сомнений у следствия, так это в том, что взятку в 500 тысячах евро передал бизнесмен Дмитрий Смычковский. На него было возбуждено соответствующее уголовное дело, однако бизнесмен еще заранее покинул пределы России. В отличие от шейха Метова, он отказался вернуться и дать показания, что и неудивительно. Шейх Метов никого из следователей не знал, он просто заплатил деньги за освобождение приятеля итальянца. А. Изучая личность Смычковского, оперативники выяснили, что он лично часто общался с Максименко, Дрмановым, Крамаренко, Никандровым. Бывал у некоторых из них на днях рождения. На этом список влиятельных знакомых Смычковского не ограничивается. ФСБ было установлено, что в круг его общения еще входила большая группа представителей спецслужб и правоохранительных органов. Бизнесмен дружил с одним из действующих министров, имел с ним общий проект в Одинцовском районе Подмосковья. Кроме того, он приятельствовал с председателем суда одного из крупных регионов. Он также дружен и с экс-советником председателя Верховного суда Игорем Борисенко, которым ФСБ тоже интересуется в связи с расследованием о подкупе силовиков. По мнению источника агентства, в приятелях у Смычковского все бывшие действующие владельцы сети ресторанов «Якитаре». У Смычковского огромный строительный бизнес в Краснодарском крае и в Подмосковье. В Кубани для него не было ни одного кабинета, куда бы он не мог прийти в любое время. У него масса знакомых среди федеральных чиновников, силовиков, представителей судейского сообщества. Поэтому помимо того, что Смычковский был известен как строительный магнат, его еще знали как человека, через которого можно решить проблемы любой сложности. Были бы деньги, от нескольких миллионов долларов и выше. Понятно, что ФСБ очень хотело бы с ним тесно пообщаться. И также понятно, что сам Смычковский категорически этого делать не хочет, полагает источник агентства. Еще в прошлом году Смычковский был объявлен в международный розыск. Сейчас выяснилось, что он проживает в Лондоне, а значит, шансы на его экстрадицию довольно низки. Великобритания уже давно не сотрудничает с российскими правоохранителями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова